Спустя 80 лет офицеры Красной Армии, герои Курской битвы, вернулись на родную ростовскую землю. Это историческое событие. Защитников придадут земле на мемориальном комплексе Самбекской высоты. Наших героев никогда не забудут. На их могилах всегда будут лежать цветы благодарных потомков. Константин Сопрыкин был штурманом 248-го истребительного авиационного полка. Погиб в 43-м, отражая атаку немецких бомбардировщиков в районе села Ольховатка. А Михаил Гончаров служил старшим лейтенантом гвардии, начальник разведки 203-го гвардейского стрелкового полка. Погиб во второй день Курской битвы, когда дал бой немецким танкам. На момент гибели оба героя были отмечены орденом Красной Звезды. Для того, чтобы захоронить останки наших героев, поднятых на поле в Панеровском районе, пришлось пройти несколько кругов. Мы разыскали, во-первых, родственников Гончарова Михаила Ивановича. И они присутствовали сегодня на торжественном захоронении. Пока не найдены родственники Сопрыкина Константина Владимировича, но надеемся, что они тоже отзовутся. Мы несколько лет ждали этого момента. Нам удалось поговорить с родственницей Михаила Гончарова. Мария Орехова – коренная ростовчанка. О подвиге дяди Миши знает по рассказам односельчан. Говорит, вспоминали его как человека достойного. А война забрала не только Михаила Ивановича. Великую отечественную погибли отец и его брат. Благодарна вашей поисковой группе, что они сделали такое доброе дело. Привезли, как говорится, на родную землю похоронить дядю Мишу. То, что мы сегодня двух человек, курские ребята, привезли и захоронили здесь, на их родной земле, это многого стоит. Вместе с советскими солдатами, найденными в Панеровском районе, здесь, на Самбекских высотах, упокоили еще 22 красноармейца. Они погибли на Донской земле. Имена героев установить так и не удалось. Идет постоянная кропотливая работа по поиску воинов, которые погибли здесь, на Донской земле, в других регионах России. И в этом принимает участие очень большое количество людей. Мы вспоминаем слова великого полководца Суворова, который говорил, пока не закоронены все останки войны, война не закончилась. Мы последовательно решаем эту задачу. Курские поисковики отметили, то, что им удалось найти двух офицеров, установить их личности и вернуть на родину, большая редкость. Ведь такие совпадения бывают нечасто. По статистике, на 10 солдат находят лишь один именной медальон, и тот не всегда в хорошем состоянии. Поэтому верят, это не просто удача, это судьба. Покой обретут и другие бойцы, поэтому поиски обязательно продолжатся. Михаил Агарков, Сергей Малеев, События дня.